Оформление кредитных каникул, устройство детей в детские сады, ремонт. Это только часть вопросов, с которыми родственники мобилизованных обращаются в различные инстанции. Чтобы одновременно ответить на большинство обращений, в минувшие выходные в Самаре, как и во всем регионе, прошел единый консультационный день. На площадке Дома культуры Заря собрались представители разных министерств, департаментов, главы районов, специалисты крупнейших банков. Индивидуальную консультацию провела и глава города Елена Лапушкина. Понимая, что у одного человека может быть большой спектр вопросов, вот было принято решение все-таки организовать такие консультационные дни, куда мы приглашаем специалистов со многих учреждений. Эта работа, условно, будет продолжаться. Я буду выезжать в районы, и там буду устраивать личные приемы семей военнослужащих, если вдруг эти семьи на тот момент не получат ответы на волнующие их вопросы. Ну и, конечно, такие расширенные межведомственные приемы мы будем продолжать. Много вопросов звучало о социальных мерах поддержки. Сейчас в регионе мобилизованные жители могут рассчитывать на льготы, среди которых бесплатное обучение дошкольников в детских садах и бесплатное горячее питание в учебных учреждениях. Сейчас мы знаем, что бесплатное горячее питание получают школьники с 1 по 4 класс. В настоящее время принято решение, что это будут дети мобилизованных с 1 до 11 класса. Также принято решение, что все учреждения, кружки, секции, муниципальные и государственные, также будут посещать дети мобилизованных бесплатно. Помимо таких межведомственных встреч, консультировать и помогать продолжают и на уровне районов. За семьями мобилизованных закреплены кураторы, а главы районных администраций проводят личные приемы и индивидуальные консультации практически ежедневно. Есть элементарные случаи, когда приходят действительно жены, либо члены семей мобилизованных. И элементарных проблем, когда не хватает денег для того, чтобы собрать ребенка в школу, не хватает денег на покупку ноутбука. И до проблем, вот у нас недавно приходила женщина, мобилизованного брата-авалит, не нуждаясь в медицинской помощи и в приобретении коляски. Все эти вопросы мы, конечно, тоже решаем в оперативных. Такие консультации продолжатся и в будущем. Специалисты постараются решить все возникающие вопросы. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События.